Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в вашей проблеме, мне она показалась довольно необычной и, в общем-то, многослойной. Итак, значит, я очень сильно люблю и обращаюсь на эту пробку. Интересно, что вы говорите «люблю» и «обощаю». Скажите, вы разные значения вкладываете в эти слова или нет? Я пытаюсь открыться ей во всем, пишите вы. Ну, во-первых, у меня сразу возникает к вам вопрос, а зачем во всем это пытаетесь открыть? То есть, ну, понятно, что какими-то вещами делиться надо, это безусловно, но открыться во всем это невозможно быть. В конце концов все-таки живой человек со своими границами, со своими особенностями, со своими взглядами, да. И понятно, что полностью открыться, то есть полностью раствориться в жене у вас не получится. А у меня такое ощущение, что вы хотите этого, что вы именно хотите того, чтобы полностью не раствориться. И вопрос, зачем, для чего вы хотите это сделать? Полностью не раствориться. Чтобы что? Понимаете ли вы, что этим вы, скажем так, немножечко свою ценность снижаете? Отдаете ли вы себе в этом отсчет в том, что вот таким поведением вы как бы заставляете свою жену видеть в вас себя? Тем, кто вы растворяется с ней. Далее, далее, значит, получается, ну да, получается, что что-нибудь, но я забываю. А это получается как недоговоренность. Я полагаю, что проблема в том, что вы слишком много взяли на себя изначально, вот знаете, слишком много взвалили, если угодно, на себя. Вот мне почему-то так показалось, что вы чересчур много взвалили на себя в этих отношениях. То есть открыться вам постоянно нужно и, наверное, все вы выяснить хотите со своей женой, я имею в виду, и хотите вы, чтобы максимальная была близость у вас и так далее. Все это очень здорово навевает на мысль о том, что вы не самостоятельны, недостаточно самостоятельны сами по себе, что вы, может быть, не уверены в чем-то сами по себе. Что ваша жена, она для вас чересчур много значения имеет. И значение, к сожалению, не оправданного. То есть вы через нее, через свою жену, осознанно или нет, пытаетесь как-то вот реализовать, ну, я не знаю, какие-то, может быть, свои потребности, какие-то, может быть, свои желания. Через свою жену вы пытаетесь сделать вот это. А это не является чем-то хорошим, это не является чем-то правильным, это не является чем-то верным, понимаете? И отсюда я делаю вывод, что для вас, для вас, легко говоря, неверна та модель поведения, которую вы выбрали. Ну, вас просто неверна. То есть, такое, знаете, чрезмерное растворение в вашей жене. И, естественно, вы не можете всего упомнить. То есть, если вы сами ситуацию преподносите так, что, например, вы должны ей все рассказывать, все ей там объяснять, все до нее доносить, в обязательном порядке и прочее, то тогда, я еще раз повторю, вы взваливаете на себя ответственность. И если вы взваливаете на себя ответственность, то, естественно, возникает эта проблема. Естественно, возникает эта самая проблема, о которой я вам говорил. То есть, проблема связанная именно с тем, что вы гиперболизируете вообще значение отношений в вашей жизни. От этого, мне кажется, тоже наблюдается серьезная проблема. Именно у вас, ну, по моему мнению, как вот это вижу я, по крайней мере. Вот. Ну и, собственно, вопрос к вам, который я хочу задать, это именно такой вопрос. Для чего вы это делаете, что вы хотите этим, ну, не знаю, сказать, показать, зачем, для чего, это тоже очень важный момент здесь. Далее. Далее. Ммм. Ну, никогда не договоренность. Из-за этого у вас супруга проблемы. Ну, значит так. Какие у вас проблемы? Эммм. Конкретно. Вот конкретно, какие у вас с супругой проблемы? И почему вы считаете, что они у вас происходят от недоговоренностей? Как вот вы это сами говорите. Может быть причина в другом, может быть причина, например, в том, что вы, допустим, застряете, чересчур много внимания на каких-то вещах. Но самая большая проблема заглядяется в том, пишите вы, что во время ссоры я ей сказал, что если она подаст на развод, то она говорит, я ее отпущу. И уже тысячу раз поднимела, а там доказала эту фразу. Но моей супруге больно было слышать теперь все, что я не делаю ради нее. Все просто в никуда и за этой фразы. Вы знаете, мне кажется, что вы вот сами такой вот не очень уверенный человек. И ей, своей супруге, вы тоже внушили какую-то вот уже не уверенность в себе. И она теперь действительно думает, что раз вот вы такой не уверенный себе человек, то соответственно и надеяться на вас как-то вот нельзя. Такая вот проблема. И вы знаете, правда заключается в том, что если вы хотите ситуацию поменять, если вы хотите ситуацию разрешить, то я бы вам рекомендовал в данном случае донести до своей жены. Почему вы так сказали ей? Что вам двигало? И менять свое поведение по отношению к ней. Все-таки больше действий, меньше слов каких-то, меньше разговоров, меньше акцентов внимания на диалоге, больше именно на поведение. Потому что поведение это то, что определяет мужчину. А вы же, на мой взгляд, пытаетесь словами ее как-то вот к себе расположить. Вы говорите, что все мои, все-то я пытаюсь ради нее делать, развиваются об эти слова. Ага, тут тоже момент. Вы как бы, как бы, говорите о том, что вы прямо постоянно все время делаете что-то ради нее. Ну, знаете, это тоже, мягко говоря, подозрительно. Зачем и для чего вы делаете постоянно что-то ради нее? Вот зачем? Насколько вы вредите себе этим самым? Насколько вы любите себя? Насколько вы вообще можете без своей жены? Можете ли? И что вам не двигало, когда вы говорили вот эти, эти самые слова, которые ее задели? Что вам не двигало в этот момент? Вот, я рекомендую вам об этом подумать. Я рекомендую вам об этом как следует подотмыслить и менять свою линию поведения к ней, делать, работать над своим образом, над уверенностью в себе, над тем действительно ради чего вы это делаете. Если вы делаете это все ради своей жены, то вам не важно, что она говорит, не важно, какую фразу она говорит со временем, это продюсс, со временем это удивит. Со временем это перестанет быть актуальным для нее, потому что это позабудется, а, как бы, ваши действия они будут говорить обратно. Я думаю, что проблема в том, как вы себя поставили в отношениях, проблема в том, как вы позиционируете себя в отношениях и большая проблема в том, как вы себя ведете и чувствует ли вообще ваша жена себя в отношениях. в безопасности вот с вами. Потому что вот мне как-то, ну вот, показалось, что нет. Мне показалось, что ваша жена, она не чувствует себя в безопасности с вами. Мне показалось, что ваша жена, она, как бы, не очень уверена в вас и, собственно, абсолютно без проблем. Кстати, из-за чего была ваша ссора, тоже, на мой взгляд, очень важный момент, потому что ссора не бывает просто так. И, вы знаете, если есть ссора, значит, есть определенные проблемы, и эти проблемы и послужили, по сути дела, основанием для того, чтобы ваша жена думала про, ну, про вас, вот именно таким образом. И, думается мне, что этот момент вам первоутерсно не ставит. То есть, первый вопрос о мотивации того, что вы будете максимально открытым. Это первый вопрос к мотивации быть для нее максимально открытым. Второе, это вопрос ваших слов и понимание того, что для вас, значит, вот эти самые недоговоренности, как вы об этом написали. Вот, ну, а третье, это уже, собственно говоря, модель вашего мужского поведения по отношению к ней. Здесь надо сказать, что здесь все зависит, все зависит исключительно от вас. Вот, как вы себя поставите, как вы себя будете позиционировать, да, вот так, в принципе, все и будет обстоять. И поймите, что ваша жена, она ведь по сути дела, по сути дела, она отзеркаливает, как бы, ваши отношения к себе, к маму. То есть, как вы относитесь к себе сами, так и она относится к вам. Я хотел бы, чтобы вы постарались это тоже для себя понять. Это очень важный момент, на самом деле. Потому что, если мы говорим о вас и о вас в отношениях, то от того, какая у вас позиция, зависит от позиции жены. У вас позиция, знаете, у вас позиция, по моему взгляду, ваша позиция, это позиция такая немного истеричная, может быть, немного такая, знаете, какая-то паническая, немного страстная и, ну, может быть, даже чересчур страстная. Понимаете, это вот как раз то, чего быть-то, в принципе, не должно у вас. Мужчина все-таки это более такое спокойное существо, более выдержанное существо, понимаете. Вот. И я думаю, что вам стоит обратить внимание в первую очередь на это. На этом, я думаю, можно закончить. Вы просили, значит, помочь, вот. Она думает, что я ее не люблю, пищевые, больше не желаю. Вот вы просите нас помочь, не очень понятно, правда, в чем помочь. Потому что ваша жена не уверена в себе, это, как вам правильно сказал мой коллега, ее проблема, а именно вот. Ваша проблема заключается в том, как вы себя ставите в этих отношениях. Вот об этом просто подумайте. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok